Вектор развития Республиканский форум сельской молодежи прошел в Бобруйске и районе. Это очень интересно. Чем молодежь привлекает деревня? Профилактика со знаком качества. В третьей гимназии прошла диалоговая площадка с участием начальника УВД. Данную встречу, он, конечно, приносит только положительный момент. О чем вели разговор? Качественный продукт телеканалу Бобруйск 360 – 7 лет. Это ежедневный труд, не с 8 до 5, а практически 24 на 7. Есть что посмотреть. А также международный разговор и подзанавес ноября, каким запомнится последний месяц осени. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Рабочий визит. Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. На повестке дня широкий перечень вопросов. Один из них – информационная безопасность. Глава государства отметил – сотрудничество в этой области необходимо углубить. Также Александр Лукашенко дал оценку складывающейся международной напряженности и назвал основного виновника происходящего. По словам белорусского лидера, Запад борется с фальшивыми проблемами, которые сам же и создает. Ключ к решению текущих проблем и созданию эффективных механизмов обеспечения безопасности находится в нашей Евразии. С ее тысячелетним опытом совместной жизни разных народов, взаимопроводнение культуры и цивилизации. В новой парадигме международных отношений ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор, формирующейся архитектурой безопасности Евразийского континента. Задавать тренд всей повестки региональной безопасности. Мы можем и должны делиться наработанным опытом, а он у нас определенный опыт есть, с другими международными организациями на пространстве Евразии. Не обошли стороной тему многополярности. По словам главы государства, предлагаемая официальным Минском идея хартии многообразия в 21 веке должна помочь сформировать справедливый миропорядок, основанный на принципах суверенитета, равноправия, неделимости безопасности, а также уважения. Также президент инициировал проведение в Беларуси большую встречу региональных организаций Евразии. Деревенская жизнь. Республиканский форум сельской молодежи объединил без малого сто амбициозных юношей и девушек. Главная цель – привлечь в регион как можно больше молодых специалистов и взращивать желание трудиться на родной земле. О ярких перспективах Юлия Вернер. С самого утра активная и инициативная молодежь не спит. Все спешат познакомиться с городом на Березине. Маршрут – обширная и познавательная экскурсия под крылом опытного гида по Бобруйской крепости, посещение одного из сакральных мест – синагоги, прогулка по заснеженным улицам. Интересные факты, историческая хроника, атмосфера единства и сопричастности не оставляют равнодушным никого. Для нашей молодежи это очень интересно. Во-первых, это знакомство. Знакомство в теперешнем мире – это очень важно. Ребята знакомятся, ребята меняются своими идеями, мыслями. Они узнают каждую часть Беларуси, потому что каждый раз мы в новом городе. И в каждом городе какая-то своя атмосфера, свои люди, свои эмоции, скажем так. На самом деле Бобруйск очень сильно выделяется. Мне он очень сильно понравился в плане все такое старинное. Вот синагогу и то, что сегодня мы посетили, я когда зашел сюда, в принципе, я очень сильно удивился, потому что никогда в этом месте не был. Не особо представляю вообще, что это такое. У меня впечатления очень положительные только от, в принципе, пребывания сюда. Очень много новых знакомств. Без внимания не остаётся и Бобруйский район. После обеда переезд в агрогородок Телуша. Немедля, ни секунды ребята направляются в местную школу, кладезь творчества, креатива и патриотизма. Музей, посвящённый великому русскому писателю Александру Пушкину. Аллея спортивных достижений. Настоящая белорусская хата, которая уместилась в небольшом кабинете. Малая часть того, чем может похвастаться учреждение образования. На самом деле, ну, школа поражает, потому что настолько бережно хранятся традиции, настолько точечный, правильный подход к детям по гражданско-патриотическому воспитанию. То есть здесь не просто говорят об этом, здесь наглядно показывают. Это не может не радовать, потому что это наше молодое поколение, это наше будущее, и они должны знать истории, потому что незнание нашей истории ни к чему не приведёт. Культурная программа продолжается посещением свято-никольского храма. Участники форума с интересом послушали историю святыни. Кроме того, молодые люди поучаствовали в экскурсии потомки Пушкина на белорусской земле. После, по доброй традиции, возложения цветов. Дань памяти воинам Красной Армии и внучке писателя. После насыщенной программы подведения итогов. Участники форума в торжественной обстановке приняли резолюцию. Главный посыл, который единогласно подтвердили молодые специалисты, за селом будущее. Эффективная молодёжная политика во многом определяет устойчивое развитие села, которое обеспечивает развитие всех форм занятости, улучшение инвестиционного климата и повышение доходов сельского населения, а также улучшение структуры занятости и расширение рынка труда на селе. Обширная программа сплотила специалистов со всей республики. Такие встречи – не только возможность завести новое знакомство и пообщаться с единомышленниками, почерпнуть для себя что-то интересное, но и понять – результаты достигают влюблённые в землю люди. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Про закон и тех, кто его хранит. В третьей гимназии прошла диалоговая площадка «Профилактика со знаком качества». Такие встречи уже традиция. Именитые гости посещают учебные заведения, делятся опытом с младшим поколением, отвечают на интересующие ребят вопросы. На этот раз спикер – начальник УВД Бобруйского горисполкома. Павел Змитер рассказал школьникам о своём профессиональном пути, как сегодня работает милиция. Участников волновало всё – от качеств, необходимых для становления в профессии правоохранителя, до тонкостей различных нарушений. Я готов встречаться по каждому приглашению. Это непосредственно моя работа. Это, опять же, и профилактика тех правонарушений, которые дети на сегодняшний день, не дай бог, будут совершать, либо пытаются где-то кто-то их подтолкнуть к совершению данных правонарушений. Поэтому данный диалог, я считаю, данный формат, данная встреча, он, конечно, приносит только положительные моменты. Меня интересовали в основном служебные вопросы, то, что я задавал, какие сложности в оперативно-ростной деятельности, также вопросы по самой службе, как пройти путь от начинающего до такой должности, как начальник управления, ну и мелкие вопросы по службе. Тоже хочу выбирать профессию в сфере государственных органов, как внутренние войска, МВД или военная служба. Диалог – возможность для учащихся пообщаться с именитыми людьми. Здесь они узнают больше нюансов о разных сферах жизни общества, профессиях. Это помогает подрастающему поколению сформировать в себе качество гражданина и определиться с дальнейшим выбором специальности. 106 лет к бобруйскому житю, 7 лет телеканалу «Бобруйск-360». Сегодня информационное агентство «Бобруйск-Медиа» включает в себя две общественно-политических газеты «Бобруйское житё» и «Трибуна прации», сетевое издание «Боберлайф», радио «Зефир-ФМ», телеканал «Бобруйск-360», 12 аккаунтов в социальных сетях, мессенджере «Телеграм» и видеохостинги «Ютуб». Не все герои носят плащи. Некоторые выражены ручками, ежедневниками и фотоаппаратами. Корреспонденты ежедневно в поиске свежих и интересных новостей. Благодаря их труду и самоотверженности газеты «Бобруйское житё» празднуют свой 106-й день рождения. А телеканал «Бобруйск-367». На плечах журналистов информационная повестка дня не только города, но и страны, мира. Акцент на самых важных и резонансных темах, которые волнуют всех и каждого. У руля молодой перспективный руководитель. На самом деле руководить таким большим предприятием – это большая гордость и такая же ответственность. Потому что очень важно, чтобы та история, которая была заложена, та база в это предприятие, это изначально была газета «Бобруйское житё», чтобы эта история продолжалась. Но очень важно все-таки помнить о том, что у нас еще есть новые площадки, и их мы тоже развиваем. Я хочу поблагодарить нашу команду профессионалов за работу, которую они делают, потому что это ежедневный труд, не с 8 до 5, а практически 2-4 на 7. Поэтому спасибо каждому. И впереди у нас очень много работы. И только в добрый путь. Вот уже больше века жители города могут узнавать самые свежие новости благодаря тем, кто ежедневно отдает ремеслу всего себя. Среди настоящих профи – ведущий корреспондент, экс-главный редактор Александр Казак. Тексты мастера узнаваемы с первых строк. Одни из излюбленных у читателей рубрик «Параллели», «Ретроспектива качества», «Беларусь помнит» и многие другие. Как показало время, наша газета тоже выдерживала и борьбу в самые различные периоды истории нашей страны. И вот дожила до 106 лет. Я, конечно, горд тем, что успел застать настоящих бобруйских мастеров слово. Корреспонденты информагентства – это универсальные бойцы, способные трудиться на любой из площадок, написать заметку в газету, выйти в прямой эфир на радио, снять сюжет на телевидении. При информагентстве совместно с Центром дополнительного образования детей и молодежи действует школа блогеров «Осминог». Как-то так сложилась судьба, что меня очень заинтересовала эта сфера. И когда я впервые очутилась здесь, я поняла, что очень хочу здесь работать, потому что именно эта сфера, именно вот это место, информационное агентство, были близки мне тем, что здесь работают очень хорошие люди, большая сплоченная команда, которая тоже может и научить чему-то, и направить в каких-то аспектах. Семь лет назад, 28 ноября, берет свой старт телеканал «Бабрюск-360». Мнения, аналитика, ток-шоу, актуальные интервью и развлекательные программы стали доступны жителям всего региона на современной платформе. Константин Шевцов именно из-под его рук ежедневно выходит в эфир новости, еженедельно итоги недели. И еще масса самых разных проектов. Малоизвестная широкой массе профессия – инженер монтажа. Ловкость рук и никакого мошенничества. Виртуозное владение профессиональной программой, мастерское исполнение любых задач, умение быстро и качественно принимать решения. Это своего рода борт-инженер самолета. Вообще, изначально, как бы это все задумывалось очень давно, телевидение, вот, и пришел я в эту организацию, когда телевидения в помине не было, вот, но потихоньку это начало развиваться и вот имеем то, что имеем и телевидение, и радио, и целый медиаход. Шанс на миллион. Максим Калинин стал честью большого дела чуть больше года назад, сразу после срочной службы, пришел в профессию оператором. Под крылом опытных коллег молодой парень быстро освоил матчасть. На своем месте Юлия Вернер могла бы сказать, что попала на ТВ случайно. Но, как известно, все случайности не случайны. Переводчик-референт по профессии не испугалась кастингов и пришла осенью 23-го попробовать себя в качестве ведущего информационных программ на Зифера ФМ. Оперативно освоив новостной жанр радио, девушка рискнула и не прогадала. Уже спустя три месяца Юлия Вернер наравне с другими журналистами, держа в руках микрофон, работала корреспондентом Бобруск-360. Это было достаточно интересно. Я вообще не представляла, что такое журналистика, потому что я-то переводчик на самом деле, и журналистика я – это две разные вселенные были. Но со временем я училась, узнавала что-то новое, и это интересно. Любовь с первого взгляда. Светская львица снаружи, книжный червь внутри. Елизавета Липеева официально второй год ведущий корреспондент Бобруск-360. Но это лишь формальность. Девушка с телеканалом все семь лет. С самого первого эфира тогда еще школьница Лиза с замиранием сердца ловила каждый выпуск новостей. Именно 24-я кнопка на зала осуществила мечту скромной, но очень амбициозной девушки – работа на телевидении. Порой бывает очень-очень трудно, но когда ты получаешь готовый продукт, это текст, на который накладывается картинка, это интересные комментарии людей, это просто какие-то невероятные чувства, когда ты понимаешь, что ты сам сделал этот проект. Всегда ваш Бобруск-360. Сегодня, спустя семь лет эфиров, телеканал также громко вещает на всю Могилевскую область. Небольшой, но слаженный коллектив делает 11 проектов. Новости, итоги недели, сирена, политический курс, мой выбор, зуммера онлайн, старый город. В этом месяце на экраны вернулись полюбившиеся проекты Бобруск-лайф и под острым соусом, но уже в совершенно ином формате. Хозяйкой телевизионной кухни стала блогер Алена Мещихина. Коктейль эстетических блюд и интересная беседа со знаменитыми людьми под самым острым соусом каждую субботу в 16-15. С теплотой встречает гостей популярный не только в городе. Ведущий Виталий Гаврусев, спикеры, звездного журналиста, люди, которым есть что рассказать. Вкусную картинку разбавляет интерьер одного из самых небезызвестных заведений города. Вторник, 20.45, не пропустите. Кристина Риянц, Елизавета Липеева, Юлия Вернер, Роман Костюков, Елизавета Житкова, Мария Бересневич, Константин Шевцов, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев, Максим Калинин, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Капризы ноября. В последние дни месяца наблюдаются резкие колебания температуры. Циклонические вихри разделили страну на два климатических региона. Ожидается похолодание на востоке, потепление по западу. Каким будет прогноз погоды на 29 ноября, знает Виталий Гаврусев. Все реже дождик по крыше, все чаще морозец встречает зарю. Всего-то три дня гулять ноябрю. До конца месяца на востоке страны будет холоднее, в то время как западные регионы ощутят потепление. Противостояние двух воздушных масс будет недолгим. И теплый воздух Атлантики возьмет вверх. Резкие изменения атмосферного давления могут негативно сказаться на здоровье людей, чувствительных к погодным условиям. Ноябрь близко до зимы. Осенних дней совсем чуть-чуть. На донышке осталось. Грустить не надо. Скоро Новый год. Огни идут да нет, бегут. И до весны уже такая малость. Жители нескольких городов на западе Австралии эвакуировали из-за лесных пожаров. Огнем охвачены 42 тысячи гектаров леса. А общая протяженность огненной стихии с севера на юг без малого 50 километров. Пожарным не удается локализовать возгорание. И пока основная часть их усилий направлена на укрепление защитных сооружений вокруг населенных пунктов. А тем временем в Малайзии эвакуировали более 37 тысяч человек из-за наводнений. Стихийное бедствие затронуло шесть штатов. Для пострадавших организовано 300 временных центров. В пятницу 29 ноября ночью на большей части территории днем местами по стране пройдет мокрый снег. По юго-западу еще и с дождем. В отдельных районах ожидаются слабый туман и гололед на дорогах гололедица. Влажность воздуха около 80%. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус трех до плюс четырех. Днем от одного мороза до шести тепла. Что бы ни случилось, помните, что погода вещь, переменчивая, и за хмурыми тучами скрывается солнышко, которое обязательно взойдет и сделает вашу жизнь светлой и успешной. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Конец иллюзиям после испытания Орешника. Как новейшая ракета напугала Запад. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс» не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!